Приветствую вас, дорогие друзья, любители и профессионалы в деле всего растущего и созревающего. Мы на канале Процветок, где конкретно я пытаюсь реализовать свою детскую мечту, сделать человечеству немного добрее и образованнее. Мне недостаточно сказать вам, что от пягиницы или листовертки нужно применять битоксибацелин. Мне хотелось бы дать знание о том, почему именно этот продукт и как он работает. Ведь когда человек больше знает о чуде жизни и рождения, ему гораздо сложнее эту жизнь отнять у другого. Никогда нападение не было настолько праведным делом, как защита. Защита от вредителей. Тема этого видео. По большому счету, сейчас мы будем говорить не о болезнях, а о насекомых и паукообразных, ну а также о нематодах, которые могут создавать проблемы у нас на огороде и в саду. Как правило, они либо пользуются сами растения, уничтожая корни, листья, либо урожай. И так как разнообразия в оккупантах сада за всю историю не наблюдалось, то и бороться с ними можно стандартными путями отравить или заразить. Эти два способа я опишу на примере недавно появившегося препарата профит-антивредитель. А заодно познакомлюсь с ним поближе, ведь это абсолютная новинка на рынке и очень интересная. Этот препарат как раз сочетает в себе одновременно все способы борьбы с некоторыми вредителями. Один вам очень хорошо из способов известен. Я уже упоминал препараты типа бетоксибацелин, липидоцида. В основе этих препаратов бактерия, которая вырабатывает очень сильный токсин. Это бацилус тюрингиенсис. Эта бактерия эффективна против всех насекомых, которые, проще говоря, жрут наш урожай. Листья, фрукты, ягоды. То есть вредитель вместе с едой должен съесть токсин, ну или саму бактерию, вживую или в виде споры. Поэтому первое, обрабатывать этим препаратом нужно уже ранней весной, когда температура поднимается до 10 градусов. Когда оживают ползающие формы, то что мы называем червячками. Передвигаясь по растению, ветвям, деревьям, они обязательно попробуют этот препарат. Особенно если он с прилипателем. Отсюда второе. Нужно использовать прилипатель. Толку вам просто опрыскивать водным раствором, если капли стекают с листьев капусты. Поэтому немного хозяйственного мыла или дегтярного, которое мне больше нравится, я уже не говорю о покупных прилипателях. Лично меня жаба душит покупать вообще что-то. Реально создается впечатление, что из нас тупо тянут деньги. Ложку чайную крахмала завариваем в воде одном литре. Раствор должен быть такой слегка заметно кислеобразным. Потом в этом литре, вернее его добавляем к готовому препарату, заряжаем в опрыскиватель и вперед. Мало того, что это хороший прилипатель, так еще и классная среда для грибов и бактерий из любых препаратов. Не обязательно этого. Кто-то спросит сразу же, я это предвижу, почему этот препарат, если и в липидоциде, и в аналогах та же бактерия. И я уже говорил, неоднократно та же, да не та. Работы ученых постоянно направлены на выявление лучших штаммов. Вот смотрите, пришли вы на зоорынок только с одним желанием, купить себе собаку, которая ни при каких условиях не пустит вора во двор. А если тот все-таки рискнет, то уйдет без ноги или без, извиняюсь, пол, задней части организма. Купить то, что вы, вы-то хотите купить собаку, но и баллонка эта собака, и мопсик. Так вот, штаммы бактерий, как породы собак. Хотите охрану, овчарка, хотите, как эти, на ручках по ресторанам, купите маленькую пушистую недособачку, а на север лайка и вперед на санях. Так и бацилу стюрингиенсис. Есть позлее, есть подобрее. Они довольно видоспецифичны. То есть, одна порода этих бактерий кусает одних насекомых, другая порода кусает других. А есть те породы штаммы, которые кусают всех без разбора. Ну, я надеюсь, аналогию вы понимаете. Кусать, это значит как-то взаимодействовать, как-то убивать, отравливать. Ну, а штаммы, это все-таки, я говорю про породу. Ну, это на всякий случай, для хейтеров. Ну, а хотите, вот типа такса, который считается одной из самых кусачих пород. Вот здесь один из самых кусачих штаммов бацилуса тюрингиенсиса. Все очень просто. Вот ученые постоянно выискивают такие штаммы. Их используют в биопрепаратах специально для боев. Надеюсь, моя аналогия понятна всем. И вот в этом препарате мощный жизнеспособный штамм с активным синтезом токсина. Напомню, сам токсин поражает пищеварительную систему насекомого. И если у вас возникает вопрос, опасен ли этот токсин нам, а я напомню, что слово токсин, кстати, переводится как яд, то отвечаю, нет, не опасен. Если честно, то у этих бактерий несколько различных на самом деле токсинов, которые сейчас активно изучаются учеными. Но эти токсины становятся активными только под действием специфических пищеварительных ферментов. Насекомого именно. Их химический состав меняется в зависимости от того, какие ферменты насекомого взаимодействуют с этими токсинами, их модифицируют, тогда они только становятся действительно ядовитыми для насекомого. Человеку они не страшны. Причем настолько, что гены этих токсинов неоднократно клонировались в различных культурах сельскохозяйственных дел, а их, в принципе, несъедобными для насекомых, а для человека абсолютно безопасны. Но вернемся к препарату все-таки. У нас, мы должны это понимать, есть также вредители, которые не только грызут все подряд, но есть и вредители типа клещей, нематод и прочей живности, которая не по веткам, а, допустим, в земле ползает. Или коктля прокалывает кожицу растений и сосет соки вплоть до гибели растения. И вот тут вторая сторона этого препарата. Это грибы. Два гриба, вернее. С одним мы уже очень хорошо знакомы. Это баверия. Ну, даже не знаю, рассказывать что-то или нет. Ну, наверное, ребята, не буду. Потому что все-таки это тот гриб, о котором уже снято очень много видео. И, главное, ваш покорный слуга о нем тоже уже говорил немало раз. Главное, что этот чудо-гриб есть вот здесь. И он не один. С нематодами, к сожалению, баверия не очень воюет, как правило. А вот ликоницилум ликани, второй гриб в этом препарате, возбудитель микозов насекомых, клей, белокрылок, кокцит, гасит за милую душу. И что самое интересное, он может паразитировать уже и на клещах, и на нематодах. Гриб проникает в организм, в принципе, сходно так же, как и баверия, через кутикулу, развивается в нем и, в конечном итоге, убивает носителя путем механического и биохимического воздействия. Как это простыми словами? Ну, кому понравится, когда тебя пронзает иглами? Миллион острых игл дырявит твое тело, разрывая все ткани. А биохимическое поражение осуществляется нарушением функции организма с помощью ряда токсических веществ, блокировка иммунной системы, кстати, насекомого и нервной регуляции всех его органов. Бонусом для нас от этого гриба является возможность паразитировать на других грибах, которые вызывают ржавчину или мучнистую росу. Кстати, поэтому этот препарат шикарно подходит вам, если на участке у вас есть различные хвойные, можжевельник, туя, если у вас много кабачков, которые очень страдают мучнистой росой, очень часто, огурцы, тыквы. Все это, в первую очередь, подвергается действию мучнистой росы. Ну и, конечно, попадая в почву, этот гриб будет и там искать себе мишени, так же, как и баверия. Ну, а не найдет, так умрет или уйдет в состоянии покоя до поры до времени, это уже абсолютно неважно. Изначально самые активные штаммы этого гриба, ликоницилума ликони, были открыты на трипсах, поэтому с ним и этот гриб очень хорошо справляется. Такая защита очень активна и подходит для опрыскивания, в принципе, внесения, как и при посадке растений, прямо в грунт. В первом случае раствор, прилипатель, опрыскиваем. Во втором случае щепотку маленькую при посадке клубней рассады. Чуть-чуть взяли и посыпали. Особенно, если в прошлый сезон у вас были признаки этих заболеваний и болезни были на вашем участке. И я предвижу комментарии хейтеров, по-простому грязных критиков, как я их называю, насчет рекламы. Рекламирую ли я этот препарат? Да, наверное, рекламирую. Ну, как фильм, который мне нравится, я о нем рассказываю другу. Ну, а здесь препарат, который я сам проверял на наличие заявленных организмов. Поэтому рассказывать мне о нем вдвойне приятно. А появится еще что-то новое, тоже расскажу. Даже если это будет не профит. А самое интересное, что с точки зрения психологии, каждый написанный комментарий, это тоже реклама. Самая реклама. И даже желание женщины выглядеть эффектно, это тоже из этой же оперы. Поэтому, мои друзья, хотите, покупайте эти микроорганизмы по отдельности в других препаратах. А хотите сразу в одном. Это абсолютно ваше желание. Я рассказал всего лишь о действующем начале этого препарата. Ну, а в заключении я прошу написать вас в комментариях о ваших проверенных препаратах. Чем пользовались, чем остались довольны. И главное, в чем разочаровались. Следуйте моде на знания, не давайте себя обмануть. И хорошего начала нового дачного сезона. До скорой встречи.